Слышно ли, все ли в порядке? Потому что, конечно, хочется убедиться, чтобы все у нас нормально было. Ага, спасибо большое за плюсы. Спасибо. Ну что ж, мы начинаем. Тема у нас сегодня звучит следующим образом. Приемы и средства для расширения фоновых знаний младших школьников в обучении английскому языку. Я думаю, о роли, о важности темы вряд ли имеет смысл говорить, потому что, к сожалению, мы все видим на учениках среднего возраста, на учениках-старшеклассниках. Я вижу, честно говоря, порой это и по студентам МПГУ. У которых я преподаю, я вижу, что фоновых знаний все меньше и меньше. Их не хватает. Причем не просто не хватает, а проблема в том, что не вырабатывается системный взгляд на вещи. Ученики не очень учатся споставлять явления из разных сфер. Они не очень видят связь между изучаемым предметом, например, в нашем случае английским языком, и какими-то остальными вещами. То есть с их точки зрения все кажется очень просто. Язык нужен для того, чтобы говорить, и для этого много знать не надо. Другие предметы они сами по себе. И вот все вот эти вот предметы в жизни особого применения не находят. И это, кстати, замечают и разработчики тестов функциональной грамотности. Потому что для функциональной грамотности необходимо умение применять знания и умение пользоваться фоновыми знаниями. Так вот, результаты тестов международных по функциональной грамотности показывают, что если у нас на тесте по читательской грамотности в начальной школе в четвертом классе российские ученики занимают первые или вторые места в мире регулярно, то как только дело доходит до 15-летних учеников, мы оказываемся в середине списка из 70 с небольшим стран. То есть у нас 29-е место в лучшем случае, а так 30-е, 31-е, 32-е. Это, конечно, не совсем так плохо, как быть еще ниже по списку, но, тем не менее, это говорит о большой-большой проблеме. И эта проблема, к сожалению, возникает и формируется во время дальнейшего обучения. И, наверное, одним из решений такой проблемы может быть работа в начальной школе, когда мы можем расширять фоновые знания. И действительно, здесь у нас самые, наверное, удобные позиции, потому что наш с вами предмет, иностранный язык, он как раз для этого и предназначен, и он помогает нам решать эти проблемы. А вот изучать только, например, если... Коллеги, у кого-то микрофон включился, вы проверьте, пожалуйста, выключите. Хорошо? Да, спасибо большое. Вот, если можно, Любовь Викторовна, сделайте меня, пожалуйста, с организатором. Я тогда тоже смогу выключать при необходимости. Это я мою коллегу прошу. Итак, для чего нам нужны фоновые знания? Во-первых, это знания об окружающем мире. Они нужны для того, чтобы учиться эффективной коммуникации. Когда мы говорим про эффективную коммуникацию, здесь очень много разных аспектов. Они включают в себя и знания о странах изучаемого языка, конечно же. Потому что, например, элементарные, казалось бы, вещи, когда попадаешь в Великобританию и видишь левосторонние движения, то не сразу привыкаешь сначала смотреть в другую сторону на светофоре. Самый, вроде бы, банальный пример, но он, тем не менее, очень важен. К нему надо быть готовым. Более того, а вот если у дорог левосторонние движения, а на тротуарах как? Там в том же порядке, как мы ходим, когда вот по одной стороне вправо, по правой полосе или, наоборот, по левой надо идти. Причем вы удивитесь, но в Великобритании на тротуарах ровно так же, как во всей остальной Европе и так же, как у нас идут. То есть идет большой контраст с движением на дорогах. Ну и много других вещей. Это и культурные знания, и фоновые знания самые разные. Вернее, скажем так, фоновые знания включают в себя и культурные знания, и знания об окружающем мире, и знания о явлениях, которые связаны с окружающим миром. То есть здесь аспектов очень-очень много. И знания, конечно же, нужны для повышения мотивации. Но здесь ответ очень простой. Для повышения мотивации знания нужны по одной простой причине. Когда ты что-то пытаешься изучать, и ты чувствуешь, что ты мало что понимаешь, мотивация сразу снижается. Не правда ли? Ну вот давайте посмотрим на такие моменты. Как же можно эти знания формировать? Какие инструменты использовать? У нас сегодня встреча, кстати, довольно короткая будет. Я хотел сразу предупредить. Потому что, в общем-то, не хочется давать ту информацию, которая была бы непрактичной и не сразу применима. Поэтому давайте мы прям сразу к делу. Перейдем, посмотрим на некоторые инструменты и посмотрим, как их можно встроить в обучение. Итак, знания в окружающем мире бывают общего плана. Это когда мы узнаем с учениками вместе, как общаться, как выполнять повседневные задачи, что для этого надо. И вот эти вот примеры, которые я приводил, как дорогу переходить, как на тротуаре себя вести, как общаться, например, как, когда здороваться надо и прочее. И это все к этим знаниям общего плана и относится. Это знания страноведческие, в том числе. Они являются частью предметных результатов. Например, как общаться с учетом культурных особенностей стран изучаемого языка. Не только по какой стороне дороги идти надо, а вот именно культурные вещи. Казалось бы, элементарные моменты, о которых наши школьники не знают, да и мы забываем об этом сказать. Порой, например, если вам подарили подарок или если в гости пригласили, то надо в течение трех дней написать thank you note или thank you letter. И ученики, которые говорят, вот, да зачем, да письма никто вообще уже не пишет, зачем они нужны, они очень удивляются, когда узнают, что есть, оказывается, такое требование. И если вы это не напишете, то вы покажетесь невежливым человеком. Это, например, вопрос от того, как можно хвалить кого-то, что нужно сделать для того, чтобы кому-то комфортно было, как хвалить учеников тех же самых. Вот мы все время с точки зрения англичан недохваливаем. В чем это проявляется? Когда англичане... Мы обычно как хвалим? Молодец, неплохо, да, постарался. Неплохо – это not bad по-английски. Вы сами знаете, когда англичане про что-то говорят not bad, это значит, что да, конечно, плохонько, но сойдет. Тем не менее, там же вечно вот эти вот недоговорки. Зато хвалят, с нашей точки зрения перехваливают это. It's fantastic. It's super. It's great. You've really made my day. Но вот как мы действительно себя будем чувствовать в роли ученика, если нам преподаватель скажет, что это так хорошо написал работу, что я потом весь день буду ходить и радоваться. Конечно же, нам покажут, что здесь сарказм по меньшей мере, правда? То есть вот такие вот моменты у нас получаются. Поэтому становительские знания тоже нужны, потому что они необходимы для общения. Как можно расширять знания? В начальной школе делается, к счастью, довольно просто. Гораздо легче, чем в основной средней школе и в старшей средней школе. То есть смотрите, как получается. На уровне лексики. Здесь возникает вопрос, а как вообще назвать явления окружающего мира? И как понять, что эти явления связаны одни с другим? Как их систематизировать? Как увидеть связь между ними? Многие, конечно, говорят иногда родители, вот что это такое. Да пусть они на окружающем мире занимаются тем, что узнают окружающий мир. Пусть они лучше сидят и учатся читать и писать на английском языке. Но ведь и читать, и писать, и говорить надо о чем-то. Правда же? И можно, конечно, читать литературные произведения, что нужно обязательно. Можно, конечно, диалоги какие-то бытового плана все время вести. Но ведь мир гораздо больше, гораздо шире. И у учеников постоянно возникают вопросы. Например, а как по-английски отжиматься? Правда, вот идет пуш-апс. А как по-английски, например, вот почему будет это только ботинок или это сапог тоже? А в чем разница? А есть ли какие-то названия разные? И прочее, прочее. Ведь дети пока еще в этом возрасте любопытны. Им хочется называть окружающий мир. На уровне предложений микротекстов мы учимся говорить, что происходит в этом самом окружающем мире. И когда мы доходим до интеграции знаний, полученных на уроке с реальной жизнью, вот тут уже у нас возникают практические задания. Вот тут у нас возникают наблюдения. И вот тут и начинают реализовываться межпредметные связи. Потому что одно дело уметь назвать, это все-таки вопрос языковой. Другое дело уметь использовать полученные знания для того, чтобы решать практические задачи. Я покажу несколько примеров того, как, казалось бы, простые совсем вещи могут сработать. Я честно скажу, когда я думал, стоит ли выбирать и показывать вот такой инструмент, календарь, или не стоит, я немножко колебался, потому что, казалось бы, ну календарь сейчас уже весна идет, апрель, последняя треть апреля началась, кому нужен календарь на предыдущие месяцы. Но на самом деле здесь главное не то, что календарь, а то, что это, по сути, словарь в картинках. И это рабочие инструменты. Я почитал отзывы, например, о том, что пишут про календарь предыдущего года, на 2022 год. И я вижу, что до сих пор люди покупают и пишут отзывы, и говорят, как здорово, что целых два календаря есть, мы прям всей семьей учим и запоминаем. То есть оказалось, что в эту работу она оказалась интересной, вовлечена целая семья. То ребенок помогает взрослым, и слава богу, что есть мудрые взрослые, которые ребенка превращают в учителя. Это же никакое любимое занятие у детей, когда они приходят с гордостью, могут кого-то научить, как по-английски слова какие-то говорить. И взрослые, которые помогают своим детям. Давайте посмотрим, как это работает. А это вот то самое называние предметов окружающего мира. Например, в декабре мы подойдем к теме. И в этом календаре каждый месяц – это отдельная тема. Вот посмотрите, пожалуйста, какие темы в этом календаре есть. Fruit and vegetables, furniture, traveling by train and by bus, in a hotel, clouds and accessories, trees and plants, buildings, traveling by plane, festivals and celebrations, doctors and medicines, seasons. Кто-то посмотрел разворот на каждый месяц, то есть своя тема. Каждый месяц это вот либо 30, либо 31 день, но не считая февраля. То есть, соответственно, на каждый месяц 30 или 31 слово. Все это в сюжетной картинке, все это с транскрипцией и так далее. И вот как-то я помню, кто-то посмотрел Doctors and medicines и написал комментарий, что вот, мол, какие ужасные слова там же. И костыли, и носилки, и уколы, и чего там только нету. И шприцы всякие, это же, говорит, ужас какой. И капельница по-английски. Но вы знаете, а здесь возникает вопрос, нужны эти знания или ненужные? На самом деле нужные, потому что, ну вот подумайте, не дай бог вам придется обратиться к врачу на английском языке в какой-нибудь другой стране. Вот как нам получится объяснить? Я помню ситуацию, когда я в одной стране, в азиатской, там по-английски не очень хорошо говорят, к сожалению. Я попал в ситуацию, когда у меня началась простуда и начался очень сильный насморк. Такое, что дышать было почти невозможно. Я прошу прощения за такие подробности. Мне нужно было пойти в аптеку, и мне нужен был не спрей, а мне нужна была именно мазь, потому что раздражение было страшное. Все как огнем горело. То есть мне надо было как-то все это успокоить. Никакой спрей здесь не помог бы. И вы знаете, как мне трудно было объяснить врачам, вернее, не врачам, а фармацевтам, прошу прощения, что же такое мазь. Вот потому что это не крем, это немножечко другое. Вот здесь можно слово оинтмент использовать и так далее, и так далее. То есть вот действительно пришлось объяснять такие вещи. А если нам потребуется сказать капельница? А если нам потребуется еще какие-то моменты сказать? Это же на самом деле совсем не такая простая задача. Она может стать жизненно важной. Мне как-то пришлось в США, меня попросили знакомые, помочь их друзьям, которые только-только переехали в Америку. Им надо было на прием к врачу попасть. Что-то там у них дочка не очень себя хорошо чувствовала. Представляете, какой ужас, когда у родителей в чужой стране, языком которой они еще не очень владеют, только в бытовом плане кое-как, и у них заболел ребенок, и нужен врач. И тут очень важно врачу объяснить. Меня попросили помочь. Конечно, я помог. И там тоже были какие-то моменты довольно серьезные. Слава Богу, что помочь удалось. Так вот, и причем дети, они, как правило, в больницу играть очень любят. Их не пугают вот эти вот вещи. Да, вот большое спасибо, что подсказали, что он так и есть. То есть, действительно, есть такие моменты, где дети любят играть в больницу, их совершенно не пугают. Ни костыль и клатчис, да, ни носилки стретча, ни что там еще у нас, ни капельница дриппа, ни прочие вещи. Но есть у нас и темы более радостные. Это декабрь, праздники и празднование. И посмотрите, пожалуйста, если мы посмотрим на витрину этого магазина, то вот все, что у нас написано в словах на каждый день, у нас все на этой витрине найдется. Но мы опять же показываем, посмотрите, пожалуйста, сколько здесь разных праздников можно найти. Вот даже если вы сейчас присмотритесь, вы кроме того, что декабрьская тема, кроме Рождества, вот этих вот венков рождественских, Санта Клауса и так далее, посмотрите, вы ведь найдете и исламские праздники, правда же? Вы найдете иудаистские праздники. Вы найдете, вполне возможно, праздник из Индии, Девали, the Festival of Lights. Вы, может быть, еще кое-что найдете. Пасха есть, конечно же. Вот эти вот моменты. И когда мы говорим про праздники, посмотрите, сколько слов. И родители как раз говорят. Они говорят, а что мы ищем эти слова с ребенком, находим с удовольствием, пока найдешь другие вещи, запомнишь. И вот действительно, посмотрите, у нас и Крисмас, и Иста, и Нью-Яр, и Эйтл Фиттер, у Роза Байрам, и Ханукко у нас есть. У нас есть самые разные украшения. И Бобл, и Гарланд, и Рифф, и Кэнди Кэйн, и Снэвэн, то есть то, что знают ученики, как правило. Но у нас же здесь есть, например, и Иста-баскет, и Гифтег, попробуйте его по-русски назвать как-то, и Стрима, гирлянда из флажков, когда делается. То есть Галланд из растений, из флажков Стрима совершенно другое слово. И Каннивал, которые бывают, и прочие-прочие вещи. И вы увидите, что какие-то слова совсем легко дадутся ученикам, а какие-то будут, на самом деле, довольно сложные, но на самом деле полезные. Я напомню еще раз, в этом календаре, помните, у нас первая задача – научиться называть явления окружающего мира. И вот тут много всего. Мне, например, особенно важная тема, кажется, но это уже личный опыт у кого какой, traveling by train and by bus, потому что там как раз такие слова, как турникет, приложить билет к валидатору и прочее, прочее, прочее. То, что нам с вами приходится делать каждый день, но вот эти повседневные действия мы не всегда можем, например, по-английски назвать. Вот такие моменты. Далее. Мы говорили, что одной лексики, конечно, мало. Нам надо переходить к фразам, нам надо переходить к взаимодействию с окружающим миром. Вот такая знакомая многим серия книг для начальной школы «Easy Stories», их автор Анна Тейлор. Здесь очень добрые рассказывают. Все, кто читает, они как раз отмечают, что книга очень добрая. Ну, действительно, она добрая. Именно потому, что там везде происходит что-то хорошее всегда. Там никогда не бывают каких-то моментов трагических. Там что-то может выглядеть сложным, может выглядеть потенциально печальным, но всегда-всегда от опасности находятся друзья, которые избавляют. Кто-то может сказать, что неужели это правильная картина мира? Мы все знаем, что мир бывает сложным. Но здесь как раз хочется сказать, пусть дети увидят что-то хорошее, пусть дети увидят что-то радостное, пусть у них появится хоть немножечко счастья, пусть они научатся, что есть взаимопомощь, взаимодействие. И посмотрите, здесь это «Graded Traders». Книга 1 только в Present Simple, книга 2 в Present Simple плюс Past Simple, книга 3 в Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous добавляется. И, наконец, четвертая книга, она уже выходит за пределы начальной школы, она уже и в пятом классе пригодится. У нас добавились и Future Continuous, и Present Perfect здесь. И как здесь строится работа? А вот здесь мы сейчас смотрим на примеры из последних книг как раз. Дети получают знания о животных, например, но через мини-сказку, пока им еще это интересно. И вот у нас заголовок. «Read the title», вернее, задание. «Look at the picture. What is the story about?» То есть сначала у нас механизм вероятностного прогнозирования. Начинают включаться и работать. Затем мы учимся называть эти явления окружающего мира. «Say what you say in the picture. Use the words in the box». Вот у нас разные слова появляются. «Who has got the most number of words?» И это идет как соревнование. Вроде бы простенький совсем прием, правда? Но, тем не менее, вот, кстати, коллеги, смотрите, вам в чат отправили ссылки. Можно полистать страницы, скачать себе и попробовать с учениками. Ну, вот здесь мы потренировались, назвали предметы окружающего мира и явления. И дальше у нас начинается сказка. Сказка довольно простая. Она называется «Faster or Stronger». Я думаю, что даже по названию понятно, о чем идет спор вечный. И вот у нас история про этого короля льва, который жил в лесу. У него был львенок, a little cub. His name was Clever. He often played chiefly with his friends and learned to hunt. И вот идет история о том, как он встретился однажды с маленьким медвежонком, что там происходило, и начали хвастаться. Как бывает, Clever began to laugh at baby bear. He said, I'm very proud to be a lion. Lions are better than bears, because we are faster. We are the best animals, said Clever, and ran away. Soon baby bear heard a strange sound. It was a big eagle in the sky. He brought news that the king lion was in danger. A big branch fell on him, and nobody could help him. Baby bear ran to his den. His daddy, смотрите, сколько слов у нас уже появилось, и берлога, den, правда же, и львенок, cub, и прочие вещи. His daddy and mommy were at home. Baby bear told about the accident with the lion. And the bears ran to his rescue. Mommy bear and daddy bear lifted a heavy branch and saved the king lion. Thank you so much. You are the strongest animals in the forest, said the king lion. You should be thankful to our son, because he told us about the accidents at mommy bear. Clever was ashamed. He said sorry to baby bear, and they became good friends ever after. Вот такие, вроде бы простенькие рассказы, правда же? Но посмотрите, как работает. Спасибо большое, уважаемая Юля, за комментарии. Я использую пока три части по уровню ребят. Очень интересный гей в бинарах Ирины Кипровой по работе с данными книгами. Да, действительно. И здесь задания-то, они, в общем-то, все простые. Но посмотрите, сколько слов, которые дети узнают, о которых можно начинать говорить о мире животных, но потом они очень легко, к сожалению, переносятся на нашу с вами жизнь. Accident, to be ashamed, to be in danger, to be proud of, to be thankful to. Что там у нас еще есть? Eagle, hunt, laugh at, nimble, проворный, rescue. Вот такие вот слова есть. Ну, дальше идет уже довольно простая работа. Сначала дети учатся unscramble the words. Это простое задание на орфографии, на самом деле. Ученики с удовольствием обычно орфографией занимаются, если она вот так в виде ребуса представлена. Когда просто им приходится писать какие-то слова, там уже гораздо сложнее. Затем complete the phrases. И говорится, опора у нас говорится о ком, кто что сделал. То есть это становится опорой для дальнейшего высказывания. Дальше у нас есть грамматический справочник в этих книгах. Он простой совсем, но вот этой простоты как раз достаточно для того, чтобы вспомнить такие моменты. После этого работают с фразами на уровне фраза. Дополняют предложения, проверяют понимание. Write true or false. Отвечают на вопросы, переводят предложения. И retell the story, use the picture. И все. То есть фактически вот у нас описание картинки, умение, описание рассказа, вернее, описание событий, которые произошли. Они потихонечку формируются в начальной школе. Но здесь мы пока еще на уровне назвать явление и сказать одно-два предложения про него. А вот когда мы говорим действительно о мощном развитии фоновых знаний, я бы предложил бы обратить внимание на книгу Ряде Ставия Петровича Нигруда, развивающие задания, стихи и песни для начальной школы. Я думаю, что кто-то из вас с ней тоже знаком. В ней 10 тематических разделов с понятными детьми жизненными ситуациями. И это именно для начальной школы. Словарь в картинках. Мы сейчас на это глянем. Упражнение для развития мышления, для знакомства с окружающим миром. Вот мы уже можем переходить от простых книг к этим вещам. Поделки, раскраски, стихи, песни, игры. Уровень сложности, естественно, возрастает от начала к концу книги. И, к счастью, к заданиям есть ключи. Почему к счастью? Потому что было бы сложно, иначе справиться. Здесь есть, посмотрите, какие юниты наблюдения за природой. Вот у нас пошел локабуляр. Цифры, счет, продукты и блюда. Очень необычный подход там есть. Путешествия и транспорт. Традиционные праздники. Гости, подарки, угощения. Животные, домашние, любимцы. Погода, климат, время. Школы, учеба. Отдыхаем и веселимся. Все эти вещи есть в примерной рабочей программе для начальной школы. Но, тем не менее, посмотрите, как это сделано. Вот, например, у нас 10 юнит. Отдыхаем и веселимся. У нас цирк. Кстати, в программе для начальной школы есть такая тема. Выходной день в цирке. И вот мы смотрим, как вообще всех этих людей назвать. И возникают ситуации, когда ребенок по-русски, может быть, и не сможет назвать вот это вот слово шпрешталмейстер. Правда, тот, кто ведет цирковое представление, кто все объявляет. А по-английски он это слово может найти и использовать. И видит, что какие-то вещи по-английски сказать бывает проще, чем по-русски. Тоже, кстати, совершенно естественная ситуация. На каком языке узнал, на том и проговорил. На том и запомнил. Так, почему-то назад начало перелистываться. И посмотрите, какую необычную изгадную информацию. Не просто говорим про предметы, про питание, про овощи и так далее. А мы видим блюда. Мы видим украшения, игрушки, сделанные из повседневных продуктов. Посмотрите, как интересно. Детям надо назвать, из чего сделаны эти необычные блюда. И вот тут уже разглядывают и смотрят. Например, a carrot. Что там еще? Onion. Spring onion, может быть. Olives. И так далее. Какие-то вещи можно назвать. Причем это то, что дети могут сами повторить. Что еще у нас есть? Тема погода, климат, время. Здесь мы учим детей наблюдать за погодой. Опять же, задача, в общем-то, вроде бы довольно простая. Но помните, мы говорили о том, что знания пытаемся перевести в обычную жизнь, в реальную. То есть здесь у нас дневник наблюдений. Дети его учатся вести. То есть не просто описывают погоду и забывают потом, как об этом говорить. Но они вот эти наблюдения сравнивают. И там есть довольно интересный проект. Или, например, когда мы говорим про природу. Вот такое задание, которое оказывается довольно непростым. Когда надо разделить животных и насекомых на ночных и дневных. И вроде бы кажется все просто. Но, конечно, когда речь идет о петухе, например, то тут легко. Или, например, о мышке. О летучей мыши особенно. А вот если мы про ежика заговорим. Мы-то с вами знаем, как взрослые люди, что ежи – это ночные животные. А дети смотрелись мультфильмов, где ежеднем действуют. И для них это иногда открытием становится. А как быть скалой, которая вообще 21 час в сутки спит. И только 4 часа бодрствует. И это вот какое животное. Ночное, дневное или круглосуточно спящее. То есть тут есть о чем действительно поговорить. Вот такие вот моменты. И как мы учим применять знания в жизни. Пожалуйста. Вот дневник наблюдений за погодой. И затем дети запомнили его несколько дней. И рассказывают о том, какая погода была. Вот у нас окружающий мир. Когда мы поговорили об этих животных. Вот у нас еще окружающий мир. Посмотрите, изучи карты, расскажи об этих странах. Скажите, пожалуйста, у вас у кого-нибудь в детстве были такие чудесные детские энциклопедии? Начиная от советских. Что такое, кто такое? Помните, может быть, в оранжевой обложке такой трехтомник был. И может быть, какие-то другие детские энциклопедии. Или у ваших детей. Или у каких-то родственников. Вот обычно дети такие карты разгадывают с удовольствием. Потому что они визуально смотрят. И они легко запоминают ту самую информацию. И вот у нас эти фразы, которые нам нужны. Например, Iceland is the country in the north. Что там еще? There is much snow in Iceland. И так далее, и так далее. Вроде бы простые вещи. Но зато насколько интересно посмотреть и рассказать о таких вещах. И серия книг Тинкелинге. Она может тоже дополнять. Почему я именно эти книги показываю? Потому что здесь не нужен какой-то отдельный учебник. Да, вот действительно, Роман Андреевич пишет в свое время. Была подобная энциклопедия. Я не зря называл советскую «Что такое, кто такой». У меня такая была. Я не могу сказать, сколько раз я ее перечитал. В детстве много-много раз читал. То есть действительно очень интересно было. И многие знания, которые были заложены, мне их хватило потом на половину школы. Еще с тех детских времен. И вот здесь мы пытались создать нечто вроде простенькой энциклопедии, которую мы могли бы с вами использовать. И вот эта вот серия книг Тинкелинге. Посмотрите, пожалуйста. Это не только для дошкольников, но и младшие школьники прекрасно с ней работают. Какие-то книги слишком простые. Это вот первый ряд. «Pow is what do birds say, what do animals say?» А вот примерно с «Vegetable Toys» начиная, вот эти книги уже хорошо работают в начальной школе на первом, на втором году обучения. И посмотрите, какие темы. «Vegetable Toys», я думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. «Little Fox and His Magic Box» – это геометрия, основы, какие бывают фигуры и формы. «Face and Body» простоватая будет. «Alfavit» тоже может быть простоватая. «Mike's Magic House» – это когда мы детям показываем, что в сказках бывали часто про образы тех предметов, которые нас сейчас окружают. И как раз удобно поговорить о таких вещах. «Be safe on the road» – «Правила безопасности», как мы с вами видим. И «In the City» – самая сложная книга. И вот посмотрите, что получается. Младший класс как раз имеет смысл брать такие темы, как «Правила безопасности на дорогах», «Правила поведения в городе». Как называется то, что мы видим вокруг и в мире. Вот пример очень простой книжки «Правила безопасности на дороге». То есть даже на первом году обучения, во второй четверти, уже вполне можно использовать. Например, «Cross the road» – «The pedestrian crossing». И тут у нас есть персонажи. Вот это зебра, который шарфик свой расстилает, обезьянка, которая учится. И вот у нас слова появляются. «Route, pedestrian, pedestrian crossing». Вроде бы все просто, но для того, чтобы младшеклассники сказали «Pedestrian crossing», нужно, конечно, постараться, еще больше постараться, чтобы они запомнили. А вот книга «In the City». Там простой сюжет. У ребенка, пока он зазевался, сбежал щенок из дома. И вот они с няней побежали этого щенка искать в городе. И они в разных местах в городе оказываются, и с полицейским успевают поговорить, и недалеко от больницы пробегают, и в парке, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять же, мы говорим о том, что нас окружает каждый день. Но мы видим, что здесь у нас, во-первых, задача есть, это книга «Quest». Во-вторых, у нас есть постоянно меняющаяся обстановка. И мы как раз учимся называть, посмотреть те самые вещи. Вот у нас, например, «Van Traffic Officer», «Road Car Crossing Bus», и так далее, и так далее. И на каждом развороте есть о чем поговорить, есть что найти, есть что сопоставить, показать на картинках и так далее. Мне, например, очень вот эта вот торговая улочка нравится, как художник сделала. Потому что на самом деле здесь просто попросить ребенка посмотреть на картинку и сказать как можно больше о том, что он там видит, это уже огромная работа получается. Потому что здесь много о чем говорить. Не просто вот эти магазины, что у них продается, сопоставь. А посмотрите, сколько здесь всего взаимодействия. Например, там и байкер, доставщик пиццы, с официантом о чем-то разговаривают. И коты, видите, по крышам крадутся к птицам. Тоже об этом можно сказать. Мы видим, у нас постоянно где-то вот этот вот щенок. На каждой картинке его можно найти, где он есть. То есть дети его прям чуть-чуть совсем не успевают поймать. И мы все время ждем, так получится им его домой вернуть или не получится. То есть здесь есть о чем поговорить. Есть что поразглядывать. Есть что поназывать. И даже самому сильному ученику есть что назвать. В общем-то, а те, которые послабее. А на самом деле здесь посмотрите, сколько много. И декоративные растения в катках, если уж мы хотим совсем поговорить о таких вещах. И зонтики над столами, кафе, и терраса, и прочие-прочие вещи, о которых можем говорить. А в парке у нас есть последний разворот. Там как раз запутанная картинка. Там много неправильного. И надо посмотреть на эту картинку и сказать, что на ней неправильное, и почему это неправильное. И мы видим с вами, что здесь и овцы пасутся в парке, чего не бывает, и коровы, и дорожные переходы, и светофоры в парке. Чего быть не должно. И светофор на клумбе у нас есть. И слон гуляет, и кот на самокате катается. То есть посмотрите, сколько разных слов. Правда же? И почтовая машина. Вон там мальчик бежит письмо отдать почтальону. Но почтальон так не забирает письмо. Он из ящиков берет. То есть вот есть вещи, о которых можно поговорить. Теперь представьте, что это мы с вами маленький кусочек видим. А там целый разворот есть. То есть это опоры для говорения. Опоры, где дети могут и новые знания приобрести, и свои знания имеющиеся использовать. Причем здесь, что хорошо, и сильные дети могут поработать с этим. Потому что здесь сложная лексика может быть вполне. И дети слабые, которым, дай бог, запомнить какие-то моменты вот такие самые простые. Поэтому что же здесь у нас влияет на мотивацию? Во-первых, понятность и посильность учебных материалов. Почему это важно? Потому что когда есть картинки, когда мы можем разглядывать, у нас появляется предмет для обсуждения. Маленьким детям из головы что-то трудно сказать. У них абстрактное мышление еще не развито. А когда они смотрят на картинку, они могут уже говорить. Вместо того, чтобы давать задание, опиши картинку, потому что ну какой смысл описывать, зачем надо. Можно сделать задание проще. И тогда вместо сложного описания с наречиями и с предлогом места и прочих-прочих вещей, ребенок просто называет предметы, называет, какого они цвета и прочее. И задача сразу становится посильной. Плюс ко всем этим книгам, которые я показывал, кроме Easy Stories, но я думаю, что, наверное, тоже имеет смысл сделать, у нас есть аудиозаписи. То есть и к книгам Владислава Петровича Мигруда есть аудиозапись, и к серии Тинк и Линк есть аудиозапись. Если вы скажете, что к Easy Stories аудиозаписи тоже пригодятся, то мы тоже можем это сделать. Дальше. Важно, чтобы дети понимали пользу от этих знаний. То есть они могли легко сопоставить их с своей жизнью и учебой, чтобы у них не было ощущения, ой, нет, мне это не потребуется. Поэтому здесь совершенно бытовые повседневные вещи. Как себя вести на дорогах, как переходить дороги, как найти что-то в городе, как приготовить какие-то интересные игрушки из продуктов, на стол, украшения какие-то сделать. То есть ровно то, чем ребенок и так занимается. Причем во внешкольной деятельности то, что может сделать жизнь интереснее. У меня сейчас есть одна ученица, очень умная девочка, прекрасно запоминает. Но вы знаете, мне очень грустно постоянно, потому что когда у нее спрашиваешь, что было сегодня интересно у тебя, она говорит, ничего. Ни в школе ей неинтересно, ни на улице она там с подругами гуляла, ребенок в седьмом классе учится. И ей действительно ничего кругом неинтересно. Они с родителями много путешествуют, ей вот это интересно. Кропинг тоже ей интересно. И это при том, что у нее чудесная память, она мгновенно схватывает информацию. Она сбинает такие сложные вещи, я просто завидую, насколько у нее хорошая цепкая память. Это замечательная качество, дай бог его не растерять. Но там проблема с мотивацией как раз. И вот я пытаюсь ей эту мотивацию вернуть, и она возвращается, когда она понимает, зачем мы что-то делаем, как это может в жизни пригодиться. Вот это начинает вытаскивать из этой ужасной дыры, когда ребенок... Представляете, это страшно, когда ребенок проводит жизнь в сером цвете, и ей все скучно. Это же самое время, когда наоборот должна быть радость, удивление от открытия и прочие-прочие вещи. Ну и поэтому здесь, конечно, материалы должны быть практически применимы. Ну и, конечно, должна быть эстетическая ценность, когда оформление красивое, когда есть музыкальное сопровождение. Кстати, скачайте себе, попробуйте песни скачать из книги. Вот это «Тридцать троечий медведь» — это стихи-загадки, развивающие задания стихи и песни для начальной школы. Там же это все в доступе есть, поэтому вы можете просто на ingrstitchers.ru зайти и скачать себе аудиотрек. И вы увидите, как это можно использовать для запоминания, потому что там ритмичность, повторяемость. Но они настолько удобно сделаны, что и слова новые запоминаются, и легко применяются, легко можно приложить к основному обучению. Ну что ж, коллеги, как я говорил, у нас сегодня очень короткий вебинар, скорее такая небольшая экскурсия. Но мы будем продолжать говорить об этой теме, потому что мотивация — это важнейшая вещь. Хоновые знания — это важнейшая вещь. Поэтому мы сейчас планируем вебинары следующие. У нас будет вебинар о мотивации. Обязательно это очень большая проблема, потому что хочется, чтобы мы все-таки говорили не только о тестах, не только о контроле, не только об итоговой аттестации. Мы говорили о том, от чего мы и сами можем получать удовольствие на наших уроках. Ну что ж, спасибо вам большое за встречу. Как я говорил, мы чуть-чуть совсем с вами сегодня пообщались. Но я очень надеюсь, что мы с вами увидимся и дальше. Насчет сертификатов, пожалуйста, коллеги, есть информация, вот ссылку отправили. Поэтому можно себе оформить сертификаты. И до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok